Судья индустриального районного суда отправил в колонию 22-летнего молодого человека, который, будучи студентом, еще два года назад прибрал к рукам деньги у сироты. Учащийся промышленно-экономического техникума снял с банковского счета выпускника детдома почти 300 тысяч рублей. Эти деньги тогда еще 18-летнему юноше государство выплатило в связи с совершеннолетием и окончанием опеки. Эта сумма была стартом во взрослую жизнь. Студент, ставший фигурантом уголовного дела, учился на третьем курсе и собирался стать строительным мастером. Детдомовец проживал с ним в одном общежитии. О деньгах на счете сироты преступник узнал от своих приятелей. Также он был наслышан, что первокурсник имел некоторые отклонения и часто обращался за помощью к окружающим. Например, просил снять небольшую сумму со второго счета и принести деньги. Под видом такой услуги банковская карта и оказалась в руках вора. Выполнив просьбу потерпевшего, он оставил ее у себя. Пин-код юноши запомнил и вскоре не удержался от соблазна. Сначала он воспользовался банкоматом, стоящим в магазине на улице Кубяка. Первый раз студент обналичил тут 100 тысяч рублей, которые спустил за пару дней. Через пару дней этого же человека зафиксировала камера у соседнего аппарата. Вторая транзакция была еще больше. Со счета были списаны 140 тысяч. Естественно, согласия на снятие таких сумм сирота не давал и не подозревал, что его деньги куда-то уходят. На этом подозреваемый не остановился, а в течение последующих трех недель он снимал небольшие суммы. Задержанный поначалу вины не признавал и пытался прикрыться особенностями потерпевшего. Заявил, что деньги снимал для него и отдал ему их до копейки. Деддомовец опять-таки в силу недостатков в развитии не мог сказать полиции ничего внятного. Показания свидетелей и другие найденные доказательства заставили юношу в итоге признаться в кражах. Это не первое преступление молодого человека. Ранее 20-летний приезжий из района имени Лазо неоднократно становился фигурантом уголовных дел о кражах. Похищенный у потерпевшего денежные средства злоумышленник потратил на приобретение мобильной электроники, развлечения, а также иные личные нужды. Арестовывать подозреваемого суд не стал. К моменту задержания юноша стал отцом новорожденного ребенка. Суд приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить ущерб потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.